Приветствую вас, и ответ на вопрос, который вы задаёте, зависит от того, чего вы хотите. То есть, понимаете, такая штука, если вы хотите разобраться в себе, например, то это одно, если вы хотите гармонизировать отношения с мужем, сделать их, ну, может быть, более гармоничными, да, более качественными и так далее, то это другое. Понимаете, ссора, вот, в которой, ну, вы находитесь, вы вступаете ссорой, в которой вы вступаете? Вот, они ведь не брата так возникают, и у этого есть свои причины. И вам необходимо принять личную ответственность за то, что лично вы, вот, именно вы, лично вы, ссоритесь со своим мужем, из-за чего-то. То есть, из-за каких-то причин вы ссоритесь с мужем, со своим. Что именно вас, именно вас, скорее всего, что-то не устраивает. Именно вам, скорее всего, что-то не нравится. Да, именно вас, скорее всего, что-то напрягает. И вот за это вам нужно взять ответ на себя. Именно на себя, потому что за это ответственны только вы. Вот. Это первое. А второе. Второе. Значит, у ссоры, у любой, у любой ссоры, да, есть своя причина. Именно причина. То есть, если возникает ссора какая-либо, то у нее есть, ну, мотив какой-то, да. Вот есть мотивация, к примеру, да, например, у вас, к примеру, да, есть мотивация. Мотивация ссоры. Почему, да, и почему такая мотивация есть? Что вы получаете ссорись с мужем? Какой результат вы получаете? Какая выгода вам? Так называемая вторичная выгода. Вот. Вы ее, может быть, не чувствуете, эту вторичную выгоду, но она есть. Но она есть. И вот с этим, в том числе, в том числе, нужно разбираться. Вот. Какая вторичная выгода вам от ссор и скандалов со своим мужем. Часто бывает, что это замена секса, замена близости и так далее. Часто бывает такая история. Частенько достаточно бывает такая история. Так это или нет, в данном случае, с вами, нужно разбирать, потому что, еще раз повторю, может быть, не в этом дело. Вот. Если вы со своим мужем понимаете проблему, да, то есть, ну, понимаете, чувствуете проблему, что вот вы ссоритесь, обращайтесь вместе к психологу поработаем. Вот. Существуют методики, существуют подходы, которые позволят вам, еще раз повторю, гармонизировать отношения при условии, если у вас с обоих есть желание работать. Вот. У вас обоих, повторюсь, у вас обоих не у кого-то одного. Это важно. Дальше. Вы пишите про куклу. Это очень сильно напоминает недоверие. Недоверие себе, недоверие своему мужу, к примеру. Вот. То есть, я, конечно, не знаю, как обстоят дела, безусловно. Но, совершенно, очевидно, что это недоверие, опять, оно, не на бутон мистер взялось. Когда человек не доверяет, допустим, своему партнеру, вот, он в первую очередь не доверяет сам себе. Потому что, ну, нашли вы куклу, ну и что? Что такого, собственно говоря? То есть, что страшного? То есть, о чем вы подумали? Вот именно вы, о чем подумали? Увидев куклу, что вы решили? Решили вы, к примеру, что ваш муж, что? Вот что вы о муже подумали? Вот и по сути, по сути, вы подумали о нем так, да? Но вы сомневаетесь. Вы сомневаетесь в этом. А если вы сомневаетесь, значит, не доверяйте в себе. Опять же. То есть, вы решите, что из себя мужчина-то представляет. Вы решите для себя, какой он человек, вы решите для себя, что он сделал. Конкретно, да? Вот. И тогда уже можно будет говорить о чем-то. Так получается, что вместо того, чтобы решать проблемы, вы их еще больше складите. Да? То есть, кукла, найденная вами, почему-то интерпретируется не в пользу мужу, не в пользу мужу. Вот. Что-то, грубо говоря, там, можно было бы понять, да, если там была бы губная помада, там, что-то еще может быть. Вот. Но тут, как бы, это первое. Второе. Второе. Что бы вы не подумали о музе, да? То есть, что бы вы не подумали о музе, например, он вам изменяет, и так далее. Может быть, это гукловуду. Я не очень понимаю, о какой гугле идет речь. Вот. Что бы вы о музе не подумали, стоит определить, для чего ему, именно ему, мужу, это нужно. Зачем? Почему он решил это дело? Почему он решил так поступить? Для себя определите этот момент, почему он решил так поступить, муж ваш. Вот. Хотите вы ему дать что-то, чего ему не хватает? Или нет? Если хотите, то, ну, нужно разбираться. Если хотите. А если нет, то о чем тогда говорить? Да? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.